Алексей Тихонов и Максим Комаров знакомы друг с другом еще со студенческих времен. Их связало Иркутское музыкальное училище. Со временем крепкая дружба переросла в творческий союз. Молодые люди исполняли кавер-версии знаменитых песен, а затем стали писать авторскую лирику. Изначально они выступали под названием «Пиар», где преобладала электронная музыка. Позже появилась группа «Сарма-38» с совершенно новым звучанием. Я к Максиму подошел и говорю, Макс, я в душе рокер, ты в душе рокер. Давай все-таки мы от электронщины с тобой уйдем и будем петь песни в роковом стиле. А еще я ему говорю, ты же патриот и я патриот. Давай все-таки мы еще введем в наш репертуар патриотические песни. Как признается Максим Комаров, автор многих песен группы, процесс создания текстов необычен. Иногда писать непросто. Однако бывает и так, что строки приходят совсем неожиданно. У меня часто бывает, что где-то в 6 утра в полудреме мне приходят стихи. Такое бывает. И вот я быстренько беру телефон, там нашептываю и дальше сплю. Вот утром просыпаюсь, смотрю, что там получилось и выходит круто. Любовь к родине – главный источник вдохновения. Каждая песня пропитана патриотизмом и поддержкой солдат в непростое время. Нередко музыканты проводят благотворительные концерты, где любой зритель может внести свою лепту в победу. Мы организовали порядка 5-6 концертов благотворительных в поддержку специальной военной операции со сбором гуманитарной помощи. Ежегодно «Сарма-38» продолжает покорять музыкальный олимп. Не так давно Алексей Тихонов стал лауреатом международного фестиваля «Солдатский конверт». Конкурс прошел в Ставрополе. Его тематика была посвящена 80-летию освобождения Республики Беларусь от фашистской Германии. Наш земляк одержал почетное третье место в номинации «Солисты». Занять третье место среди таких конкурентов, назовем так, это, конечно, было очень почетно. Я впервые в жизни спел песню под симфонический оркестр. Это было невероятно круто. Следующая цель творческого дуэта – выступление в Кремлевском дворце. «Сарма-38» исполнит композиции в рамках фестиваля премии «Линия судьбы». Сейчас участники активно готовятся к масштабному мероприятию. Оно пройдет 13 сентября. Яркий музыкальный номер участники представят вместе с мытищенскими юнормейцами из третьей школы. Лала Керимова, Денис Корнев, Первый мытищенский.